Всем привет, друзья! Друзья, наконец-то вышло новое видео на моем канале. Все это связано с тем, что сейчас такая погода. На выходные ехать просто невозможно, потому что у нас сильные снега и морозы. Поэтому, конечно же, поездки в лес меняются. А сейчас обычный будний день. И сегодня единственный теплый день между нашей оттепелью. Завтра уже похолодает и снег, который начнется с дождя. Испортит все наши лесные вылазки. Поэтому, воспользовавшись возможностью, такой вот редкой, которая выдается после обеда, я сегодня приехала в лес. Попробую поснимать, посмотреть, что же сейчас растет в лесу. Пойдем сегодня посмотрим, познакомимся с этими грибами. Возможно, их будет очень мало. Возможно, это будут остатки фламмулина, саркосцифа. Но в лесу уже начинает зеленить, появляются цветочки, появляется черемша. В общем, пойдемте гулять и посмотрим, что же нас сегодня порадует. Пойдемте. 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 На пнях, которые поражены мхом, очень часто встречается фламмулина. Она сейчас вот такая вот, подзасохшая. Маленькие грибочки, которые уже сохнут на корню. Но, тем не менее, которые все-таки можно собрать, применить в пищу. Грибочек этот условно съедобный, поэтому его обязательно нужно отваривать, прежде чем есть. А есть его можно по-всякому. Можно, конечно же, пожарить, можно законсервировать. В общем, все то, что как вы любите делать с обычными опятами. Берем. И вот такая вот, конечно же, фламмулинка. Маленькая-маленькая, сохшаяся. Вот совсем рядом горошинки, микрогрибочки лезут. Если все будет хорошо и влаги им будет достаточно, конечно же, они начнут расти. А вот эти могут уже испортиться. Фламмулинки. Отходят уже сезон, поэтому собираем уже последние, так сказать, остатки роскоши. А это, друзья, ризоморфы. Будущие грибы. Вот так вот разрушили дерево, представляете? Изнутри. Аурикулярия извилистая. Или, другими словами, пленчатая. После сырой погоды она, конечно же, размокает. А вот когда будет сухо, она почернеет, сморщится. Этот гриб у нас многолетний. И встречается всегда там, где выношу его первый раз. Зимой всегда они приобретают в сырую погоду вот этот красивый оттенок. Бархатный с обратной стороны. А с этой стороны желеобразный такой вид у него. Лечебный, съедобный. Но это уже в крайних случаях. Конечно, голодный год. Поэтому пока только для красоты. И тут, друзья, нам повезло с вами. Посмотрите, что же мы нашли. Это вешенка. Это вешенка устричная. Февральская. И посмотрите, она идет здесь по всему стволу. И собрать здесь можно порядка килограмма, а то и больше. Представляете? Сочная, незасохшая, молодая, классная, пахучая ароматная вешенка. Какой аромат отсюда идет. Он просто божественный. И там дальше по стволу тоже они растут. Садимся резать. Ну что, друзья, приступим. Приступим к срезанию малышей. Завтра у нас все заметет снегом. Не факт, что грибочки наши выживут. Поэтому берем здесь и сейчас, как говорится. Вот это нам повезло. Слушайте, вот такие редкие вылазки, они всегда вознаграждаются. А еще сегодня лесовичка я угостила очень вкусным свежим печеньем. Поэтому, возможно, за это он меня и одарил. Хотите, верьте, а хотите, нет. Но это действительно работает. Вот такие прелестные грибочки нам сегодня попались. Замечательно. Представляете, да, февраль. Февраль месяц. А мы режем вот такую красоту. Но такое бывает только у нас на Кубани. Согласитесь. В феврале. Да так много я давно не видела уже, если честно. Очень давно. Ароматное до безумия. Просто настолько вкусный аромат, что просто хочется сырым его есть. Класс. Мы вовремя сегодня, как говорится. Февраль месяц. и труднодоступные места на самом деле причем вешенка растет только с этой стороны с той стороны вот мы раньше собирали с той стороны дерева а сейчас только с этой там где посырей видимо солнечная сторона не понравилась в этот раз нашим грибам ну вот это конечно козырная слушайте экземпляры сочные молодые вкусные ароматные столько синонимов можно сейчас дать этим грибам радости просто нет предела это же мечта февраля просто сказка дебри конечно однозначно непролазные колючие вот потому что я сейчас уже накололась это у нас ажина ежевика другими словами и вот только так через тернии к этим грибочком просто так они конечно же не растут без препятствий поэтому не жалеем одежды запасаемся терпением полимся мы собираем обалденные вкусные сочные грибы его здесь просто я сюда не поставлю камеру я не могу вам передать то что растет здесь под стволом я это только чувствую руками когда пытаюсь достать грибок это нечто невероятное просто потихонечку буду отламывать по одному что я даже не вижу куда я лезу она такая сочная вы не представляете и это еще не предел ребята вы представляете сколько там еще дальше суп будет однозначно знатно сегодня это сто процентов вот так вот видите выезжать в лес редко но метко здорово физоморфы видно они прям засохли а здесь сушеная фламулинка ну конечно такой же мы не возьмем на совсем крошечная сухая ольха давно цветет уже сережки сбрасывает как вам это эльфовая чашечка саркасцифа в виде сердца красота чудо природы просто обратите внимание такая маленькая яркая радует глаз как будто весенний цветочек лесной здесь вершинка уже немножко присохшая но тоже пойдет берем очень много встречается трутовиков конечно же они несъедобны некоторые из них лекарственная но в основном занимаются ими только те кто пробовал кто знает как это работает мы конечно же их не собираем а вот здесь все те же резоморфы все те же нити грибы будущие грибы а Замечательная погода, тепло, птицы поют. Просто сказочная прогулка сегодня. Грибочки. Что еще для счастья надо? Ну вот, пожалуй, на тебе, Саркасцевка, мы сегодня и завершим нашу прогулку. Прогулялись, можно и отправляться домой, готовить грибы. Ну а за сегодняшний поход получилось ни много ни мало, а килограмма полтора вкусной вешенки, немножко опят и даже одна маленькая Саркасцева. Замечательный поход февральский, замечательные грибы, сегодня будет картошка и суп и все что угодно с ароматной вешенкой. Продолжение следует...